всем привет вы на канале тренер хапаев и после очередной утренней тренировки в своей группе я хочу вам рассказать то что я уже неоднократно рассказывал по поводу тренировок на воде по поводу плавания и по поводу вообще отношения к воде вот какая связь между коксоартрозом асептическим микрозом гоноартрозом вот с водными тренировками да насколько они полезны насколько они бесполезны я немножко порассуждаю потому что есть опыт ну во-первых я там где-то с 3 по 5 по 6 класс занимался плаванием в советском союзе плавали не в коммерческих группах а в советском союзе детей отбирали по таланту то есть если ты не талантливый тебя просто отчисляли из группы потому что никто не будет возиться с тем из которого нельзя сделать мастера спорта и в конечном итоге на олимпиаду не послать да раньше эти группы были все спортивные и с далеким прицелом хороший плавец из меня не получился потому что моя конституция как объяснили родителям мои ягодицы были слишком ярко выраженные они были тяжелые и моя конституция для плавания не подходила поэтому меня перевели там гимнастику потом я ушел в борьбу то есть это нормальное явление при советской власти когда ребенка искали на ну искали на что способен ваш ребенок да в каждой группе он проводил какое-то время и тренера говорили возвращаюсь к теме наши плавание вот если у вас коксартроз асептический некроз если условно возьмем вот на левой ноге у вас да то у вас по диагонали если левый тазобедренный сустав у вас там коксартроз то правое плечо зачастую не имеет хорошей мобильности я это уже долго объяснял сейчас не буду повторяться значит левая нога больная правое плечо у вас не мобильно не так как левое плечо есть большая разница потому что у вас существует обязательно сколиоз обязательно то есть у вас перекашивает потому что квадратные мышцы спины стянуты это уже тоже вы слышали неоднократно и таз подтянут к нижним ребрам то есть если у вас есть такое искривление то все ваши навыки если вы раньше умели плавать и вы заходите в бассейн уже будучи скоксартрозом там 2 3 степени то вы не сможете плыть вы физически не сможете правильно плыть ваша биомеханика плавания будет нарушена вы не сможете загребать хорошо правой рукой у вас будет перетянута вся левая сторона вы не сможете если вы кролем плывете у вас очень тяжело будет работать ноги по воде да более-менее у вас получится брас да брас у вас ноги будут либо это приводящий тоже ограничены в движении и с брасом тоже у многих будет проблемы я говорю о той категории которая более-менее сталкивалась с плаванием то есть обучались где-то может быть плавали раньше вот так категория так скажем продвинутых который понимает о чем я говорю если мы говорим о тех тетях мотях которые вот в этих шапочках в розах в тюльпанах плавают сейчас во всех фитнес залах вот эти бесформенные телеса которые опускаются в воду как водолазы глубоководные да и просто в такой знаете в собственной абстракции какой-то а вот они что-то делают в воде они вроде бы как и по собачьи в то же время брасом то есть видно их не голова и видны немножечко плечи с огромным вот этим бюстом который поднимается как спасательные буйки в этих купальниках и сказать что они что-то делают в воде ну понятно что ничего не делают то есть вот это ну тем более лишний вес да для них просто опуститься воду это облегчение это знаете это как сесть вот если у вас ноги больные это то же самое как сесть в инвалидную коляску то есть вы себе вас катят и вы думаете что вы сами идете понимаете вас катит кто-то на коляске а вы думаете что вы сами передвигаетесь то же самое в плавании вы опустились вас держит вода плотность воды больше воздуха вас держит вода если вы весите 70 80 90 килограмм то в воде вы будете весить 10 килограмм 6 килограмм 5 килограмм вы будете весить вы будете весить ровно столько сколько над поверхностью воды находится свободного вашего тела но это обычно голова там немножко плечи 35 килограмм составляет вес вашего тела то а таких нагрузках мы говорим если продвинутые не смогут плавать нормально потому что сколиоз и закрепощенность там в руке вот эти диагональные нарушения не дадут возможности хорошо загрузить ноги и руки то у людей непродвинутых вот у этих тетей моти у них вообще ничего не получается но они ощущают некоторую свободу некоторая свобода дается им именно пока не находятся в воде только они из воды выходят попадает под под атмосферное давление под осевую нагрузку они доходят до душевой переодеваются и все боли возвращаются мало того вот из тех с кем я общался а через меня прошло более тысячи человек представляете какой обмен информации все пишут что ягод после бассейна еле-еле дохожу до дома то есть вот этот расслабляющий эффект который она получила но мы говорим опять же вот не спортивный есть единицы вот единицы которые очень спортивные которые смогли сохранить симметрию баланс который прекрасно разбираются в плавании занимались и они сколько с артрозом плавают да может быть ноги не так активны за счет рук они выгребают но они плавают это единицы большинство людей которые вот домохозяйки которые когда-то кто-то занимался там навыки так на уровне пионерского лагеря никакой свободы никакого прогресса вот в улучшении именно улучшение или укрепление хрящевой ткани вы не получите мало того вы находитесь в воде вода это ну это вода это сырость то есть вы находитесь вот в этой обстановке где пропитана все хлоркой химикатами сейчас раньше там просто хлоркой воняло сейчас уже избавились современные химикаты с ароматизаторами которые дают не дают такие резкие запахи но они существуют вы находитесь в химической ванне ну вы понимаете что вы пришли не там не в морскую воду там да не в речку там не в пруд где-нибудь лесной там да с палаткой а вы пришли в химическую ванну где растворены химикаты для того чтобы вы знаете вы вообще знаете что вода во всех бассейнах заливается раз в год и она там находится целый год целый год одна и та же вода одна и та же вода то есть подливают химикаты растворяют все эти бактерии микробы уничтожают но вода одна и та же с этими химикатами о каком здоровье а какой пользы для наращивание хрящевой ткани а что на что вы надеетесь тогда если вы ходите в бассейн что касается моря мой опыт личный как я только приезжал на море когда у меня был астетический некроз или в сочи или в крым я постоянно каждый год ездил зимой в сочи летом в крым как я только приезжаю в субтропики на море то сразу же на третий четвертый день у меня появлялись осложнения то есть вот этот влажный климат казалось бы да ядированный воздух там свежий горный воздух там ели пихты пальмы и так далее но факт остается фактом то есть вот я супруга ездил это постоянная история три дня адаптации организма и потом появляется боли что уже неприятно было даже ходить тяжело это из года в год все время было как я приезжаю в краснодар краснодаре все сухо сухой климат все хорошо у меня боли все отходили поэтому каждый сам делает вывод я рассказываю субъективно субъективно только свой опыт и то что я общался с людьми то что мне они передали не надо со мной спорить не надо мне ничего доказывать потому что я все вот эти дискуссионные темы я удаляю там не позволяю чтобы кто-то что-то доказывал убеждал у вас есть у самих канал раз вы пишете у вас есть свой канал вот на своем канале пишите доказывайте убеждайте здесь я даю информацию свою личную все на этом я закончил если какие-то вопросы есть ну что-то я может не раскрыл какие-то аспекты напишите я тогда письменно добавлю все если вы хотите тренироваться со мной в описании под видео будет контакт ссылка куда вы можете мне написать и включиться в работу со мной в группу всем здоровья всем живем без боли мы думаем о хорошем и все будет хорошо с вами был тренер хапаев